Меркурий Всем большой привет в этом новом влоге. Привет, друзья! Я все еще также на подсчете калорий. Результаты месяца, не знаю. В целом, меня, если честно, порадовали. Да, может быть, какие-то небольшие. Вес вы видели. Минус килограмм 200 от предыдущего веса октября. В замерах ушло по 2 сантиметра. То есть грудь, кстати, осталась на том же самом месте. Что меня прям удивило, если честно. И, может быть, даже обрадовало немного. Талия минус 2 сантиметра. Живот минус 2 сантиметра. Бедра минус 1 сантиметр. Рука, получается, осталась такая же. И нога минус 1 сантиметр. Я считаю, что для такого плавного вкатывания в похудение в целом месяц удался. Будем надеяться, что ноябрь у нас пройдет получше. В ноябре я хочу, конечно же, поднажать, включить активности побольше. Сейчас вот я начала делать по утрам лимфодренажную зарядку. Сейчас поставлю себе завтрак и сделаю ее. Покажу вам, кстати, очень классная. У меня прям она как-то заряжает. Не знаю, достаточно простые все действия. Но после нее реально чувствуешь какой-то прям лимфодренаж в теле. На завтрак у меня сегодня будет яичница с сосиской и 2 бутерброда. Ну и, конечно же, кофе. Да, и вот эти вот сосиски от зеленой линии, они, кстати, прям вкусные. И белка в них отлично. И не калорийные практически. И добавлю белок. Одно яйцо у меня будет и белок. На обед у меня будет супер вкусный. Буду экспериментировать. Мы купили гриль. Ура! Я так его давно на самом деле хотела. И, знаете, у меня есть такой пунктик. Я поставила себе как, типа, может быть, мини-цели, наверное. Так это можно назвать. И за там каждые скинутые килограммы я себе в награду что-то пообещала. В общем, гриль стоял в одном из таких, скажем, поощрений за похудение. Кажется, за 64 килограмма гриль уже стоял. Но на тот момент я рассчитывала на гриль такой, знаете, типа, думала, куплю себе, порадуй, Бош или Тефаль. Ну, в общем, дорогая история. Но тут начинается черная пятница. Везде просто скидки на маркетплейсах и так далее. И мы купили классный гриль. Ни Тефали, ни Бош и ни какая-то там известная марка за 4 тысячи рублей. Вчера вот его опробовали. Заказали на Озон. И, в общем, это просто восторг. И, в общем, вчера его опробовали. Жарили и овощи, и мясо. Индейка, конечно, получилась суховатая. Но в целом вкусно. Я думаю, что можно подобрать для себя идеальную прожарку, мясо и так далее. Но овощи прям бомбические получились. Поэтому плюс еще один гаджет для похудения. Помощник в похудении для вкусной еды. Поэтому сегодня буду экспериментировать. И на обед что-нибудь сделаю себе на гриле. Ну, в общем, я очень рада. Поэтому я так подумала, что, в общем-то, 4 тысячи не такая большая сумма. Поэтому можно ее сейчас выделить на себя, любимую. Тем более, какие-никакие, я все равно результаты есть уже в похудении. Соответственно, нужно себя как-то поощрить. Было решение купить гриль. Ну, а за 64 килограмма я еще придумаю, чем себя поощрить. Кстати, этот гриль, он даже якобы идет как духовка. Можно запекать в форме. В таких фольгированных формочках ставить. И также будет как духовка запеченное блюдо у вас. Поэтому у нас, я надеюсь, скоро намечается переезд в свою квартиру. Кухня, это дело такое небыстрое. Будет примерно изготавливаться месяца два. Соответственно, ни плиты, ничего такого не установишь. И я думаю, что гриль нас будет прям очень сильно выручать. В общем, нужная покупка. Будь здоровы, Зайка! Никуша у меня тут выздоравливает. Завтра пойдем сдавать кровь, мочу. И в понедельник к врачу. Надеюсь, нас выпишут. Нам поставили мононуклеоз. Но мы сдали все вот эти вот мазки на бары, герпес. И, в общем-то, все отрицательное. Сегодня день на домашнем. А завтра у меня разрезного характера день. У меня с утра будет электро. И вечером я все-таки опять записала стоматологию. Надеюсь, надеюсь, что я все-таки доеду до стоматологии. Мне сделают чистку и посмотрят, что с моими зубами. Потому что, по-моему, у меня начал откалываться зуб. Вот. И нужно это сразу быстренько залечить. Надеюсь, все-таки. Правда, завтра на 6 часов запись аж. И ехать мне к Сити. Ох. Вечером, короче, шататься не особо хочется. Но куда деваться. Нашла там, кстати, стоматологию с приемлемыми ценами. Не знаю, как и что по обслуживанию и так далее там будет. Надеюсь, все будет хорошо. Я уйду довольная. Потому что, например, вот здесь у нас с ЖК тоже пооткрывались стоматологии. И, в общем, залечить зуб. Просто без... Ну, в общем, обычное лечение. Смена пломбы. Я лечила. Вот мне выходило порядка 7 тысяч рублей. Поэтому сколько я? Три зуба, кажется, тут залечила. Но у меня не было вариантов. Я лечила зимой. Потому что уже нужно было лечить. Едить мне было несподручно. В том плане, что Ника ходила в сад до обеда. И, соответственно, вот я как раз до обеда ходила здесь. Лечила зуб. Зубы. И потом, в общем-то, шла ее забирала. Поэтому сейчас она ходит на полный день. И, в общем-то, можно и куда-то съездить. Найти где подешевле. Здесь, кстати, за эту сумму, да, они делают неплохо. Плюс мне еще нужно ставить коронку на передний зуб. И вот так же пролечивать и так далее. Вот. И мне насчитали только передний зуб, чтобы сделать... В общем, пролечить, поставить коронку и так далее. 50 тысяч. Камон! Просто вообще цены. Космополитон улетели. Поэтому как-то хочется, конечно, найти что-то подешевле. Но и рисковать, конечно, не хочется. Зубы, извините, не волосы. Не отрастут. А бутерброды, кстати, я купила во вкусвиллу. Вот такую вот икру трески. Соленая, охлажденная. И прям, я скажу, очень даже неплохо. И выходит она на бутерброды. И стоит она. Не как красная икра. Но я уже жду, когда сейчас начнется этот новогодний заказы на красную икру. И прям уже хочется вкусненького, жирненького такого. Будем сметать красную икру. Я, кстати, не пробовала черную. И вот в этом году, возможно, хочу попробовать заказать еще черную. Кстати, если вы пробовали, напишите, она отличается по вкусу от красной. Знаю, что она отличается прилично по цене. Но что поделать. В 30 лет хотя бы я должна попробовать черную икру. Нашла я тут на ютубчике лимфодренажная тренировка. Поэтому она мне очень понравилась. Буду ее делать. Это не прыжки, мы будем с вами на носочках как бы тянуться вверх. Вот такой у меня получается завтрак. Уже остывший, пока я его готовила и делала зарядку. Но должен быть не менее вкусный. Здесь примерно чуть больше 300 калорий. Ника вот поела кашу. Теперь подъедает манго. Вкусная манго? Да. У нас с Никой тут время развивашек. Не поместится. Поместится, не поместится? Поместится. Да. Бочонки в деле, да? Собираешь? Поместится. Мы, кстати, вчера купили ей пазлы с чебурашкой. Вот такие вот. И как бы они вроде бы не сложные, но из-за того, что вот эта вот шерсть, ей достаточно, у чебурашки, ей достаточно тяжело собирать, потому что такой замыленный глаз, и здесь очень много темных цветов, и поэтому она не всегда понимает, как собрать, например, части вот уха здесь, допустим, и спину, потому что для нее это как будто одинаково. Но прикольные эти пазлы. Ей прям понравились. Здесь получается 9, 16, 25 и 36. А где паровозик? Ага, паровозик. 9, 16 она оселяет, а вот 25 уже не очень. У нас здесь приехала доставка из Вкусвилл, заказала кучу стейков лосося, будем жарить на гриле. Попкорн соленый, так, немножко похрустеть. Кофе прям вообще классная вещица. Кстати, в нем 40 грамм здесь, 177 калорий на упаковку, в общем-то, нормально. Вот такие вот хлебцы мне очень нравятся. Томатные, они, кстати, не особо калорийные. И так как такой перекусик, даже кофе намазать какую-нибудь на маску, 379 калорий на 100 грамм. А здесь 70 грамм, туда 100 грамм нет в упаковке. Паприку заказала, кабачок буду на гриле делать и не кушаю козье молоко. И наступило время обеда. На самом деле он планировался немного другой, но вот выходит так. У меня здесь макароны с белком и пармезаном, 2 огурца и вяленое бедро индейки. Тоже на 300 калорий. Чуть позже еще выпью кофе с вкусняшками. Вложила Нику и заслуженный перекус. С сладеньким нарезала тут себе кучу разных, короче, протеинных батончиков по чуть-чуть, хурма, попкорн и кофеек. Сижу я тут, допиваю кофе, короче, и смотрю в окно. На улице просто вот прошло уже полдня, время 3 часа дня, и дождь просто не прекращается. И, наверное, сегодня уже не прекратится. На улице очень пасмурно, серо, и вообще там, короче, никого нет. Доберу белка сейчас такой вот экспонентный. И еще, конечно же, у меня будет ужин примерно на 400 калорий. Хочется на самом деле роллов. На ужин решили пожарить на гриле стейки форели, но они оказались такие маленькие, что практически все три стейка съел у нас ребенок. Но я, как и говорила, хотела роллов, поэтому было решено заказать роллов. Короче, наверное, к утру будет приезд, а то вкусно поела. А мы с Никой сдавали анализы сейчас, идем домой. Уже очень голодные, время 10 часов, зашли вот в пятерку. Будет какой-то не совсем полезный, правильный завтрак. Но вообще ничего не успеваю, потому что до 12 уже ехать на электро, еще нужно сходить в душ. Надеюсь, по анализу у нас все будет хорошо. А в понедельник у нас прием врача, надеюсь, нас выпишут, и мы во вторник все же пойдем в сад. Приехала на электро. Сейчас 2 часа здесь, потом у меня будет время зайти куда-то перекусить, и поеду уже, наконец-то, заниматься своими зубами. Ну все, я сейчас вышла. Артем сейчас с Никой за мной заедут, и мы поедем, наверное, покушаем в Пивальде. Что-то хочется... Супчика какого-то, наверное, возьму себе. Хотя там, мне кажется, не очень. Суп с куриной лапшой. А еще какой бы, я не знаю, я бы поела. Ну, короче, сейчас посмотрим. В принципе, там можно выбрать, что покушать. В Пивальде я взяла себе котлету из щуки с пюре и греческий салат. Также съела половину еще чизкейка и немного сырных шариков с соусом. Ну, уже потом я поехала на МЦК в стоматологию. Я приехала, и у меня есть еще где-то примерно час погулять по Сити. Но гулять холодно на улице. Плюс один у нас, но ощущается как минус четыре. А я восенним по льдам. Поэтому гулять буду, видимо, по Афимолу. Очень холодно и красиво. Утро следующего дня началось с того, что нам нужно было к 11 ехать в театр с ребенком. А у нас отключили свет. В общем-то, мы позавтракать не успели, поэтому все завтракали во вкусные точки. У меня было капучино и два сэндвича с ветчиной и сыром. Кстати, калорийность, в принципе, и нормальная выходит. Ребенку, кстати, взяли сырники. Оказались они там тоже очень вкусные. В общем, у нас с утра отключили свет, поэтому завтрак был на бегу из вкусной точки кофе и сэндвичи. А мы едем в театр кукольный Образцово, который на Цветном бульваре. В общем, надеюсь, мы успеваем. Да, у нас еще час двадцать до представления. Нам, в принципе, по метро вам 25 минут ехать. Поэтому еще успеем даже там походить, побродить, что-нибудь посмотреть. Может быть, засниму вам какой-нибудь кусочек. И так как у нас сегодня нет Света, я даже не знаю, сколько его не будет. Как вроде написали, отключили крупные жилые комплексы в городе от Света. Поэтому, скорее всего, обед тоже будет где-то в заведении. В общем, питание пошло немного не по плану, но все равно постараюсь выдержать вот это вот КБЖУ. Никоша, расскажи, куда ты едешь. Омой! Такое море на три поросенка. Ребенок хочет на море. Мама тоже хочет на море. Нет! А здесь вот музеи разных красивых и некрасивых куколок. В общем, если приехать заранее, то можно еще побродить, походить по музею, посмотреть всякие куколки выставочные. На входе, кстати, с детьми здоровается волк, что тоже немалоприятно. Многие, конечно, боятся его, особенно малыши. Ну, мы смогли сфиграфироваться. Поэтому, если приехать заранее, то, в принципе, тоже есть вот чем заняться. Народу, конечно, просто дофигища. Якуш, ты слышишь, что коросяка слышишь? Да? Ты слышишь, что ты слышишь? Смазка. Да, ты слышишь. Смазка. Субтитры делал DimaTorzok